Уважаемые коллеги, добрый день, уважаемые друзья. Я надеюсь, вам меня хорошо видно и слышно. Я рад вас приветствовать на нашем втором вебинаре нашего вебинарного сезона 2018-2019. Как всегда, перед тем, как передать слово нашему сегодняшнему ведущему Юрию Николаевичу Белоножкину, я хочу сказать пару слов о тех полезных ссылках, которые я разместил в самом начале нашего чата. Первая ссылка ведет на расписание наших вебинаров. Это главная страница нашего сайта Директ Академия.ру. На ней вы можете познакомиться как с вебинарами предстоящей недели, так и с интерактивным расписанием на весь учебный год 2018-2019, вплоть до июня будущего года. Мы уже почти закончили составление нашего расписания. У нас в этом году будут более 170 вебинаров мы планируем. То есть мы вплотную подобрались к нашему девизу «Вебинар каждый день». Так что можете посмотреть всю совокупность вебинаров и записаться на те, которые вам интересны в нашем интерактивном расписании. Напоминаю, что запись этого вебинара вы сможете посмотреть через несколько дней на нашем видеоканале на YouTube. Это вторая ссылка. Пожалуйста, регистрируйтесь на нашем канале, записывайтесь на него и будете всегда в курсе всех наших записей. В настоящее время на нашем канале находятся записи более 300 проведенных нами вебинаров. Ну и, наконец, для тех, кто интересуется возможностью участия в онлайн-курсах, третья ссылка, где мы знакомим вас с теми онлайн-курсами от наших сотрудников и от тех авторов, за которых мы отвечаем, с которыми мы заключили соответствующие договоренности по проведению онлайн-курсов на базе Директ-Академии. Так что прошу любить и жаловать наших авторов и принимайте участие в наших курсах. И, наконец, перед тем, как передать слово сегодняшнему ведущему, напоследок уже я хотел бы вас познакомить с тремя следующими вебинарами, которые у нас состоятся. Сейчас проверю одну минутку. Сейчас я сделаю. Спасибо, что вы сказали. Сейчас я переделаю. А пока вот три ссылки на три вебинара, которые состоятся в начале следующей недели. Первый вебинар проведу я. Это вебинар, обзорный вебинар о том, что нового будет у нас в Директ-Академии в новом сезоне. Приходите, там будет и подробный рассказ о тех авторах, которые у нас будут, и о тех новшествах, которые мы предлагаем, ну и о многом другом. Приходите, я подробно расскажу о Директ-Академии. Второй вебинар. Это вебинар Константина Николаевича Костюка. Нужны ли нам монографии к вопросу об их настоящем и будущем. Константин Николаевич в этом году продолжает свою серию отраслевых вебинаров. Ну и, наконец, третий вебинар, 13 числа, будет посвящен университетской библиотеке онлайн. И, как всегда, в начале сезона мы даем большой пул в вебинарах о продуктах компании Директ-Медиа. И вот этот будет вебинар об университетской библиотеке онлайн для читателя, преподавателя и студент в ВБС. Так что прошу любить и жаловать, и заходить на эти вебинары. А сейчас я еще раз переделаю ссылку на Директ-Академию. Просто напрямую сейчас ее дам, одну минутку, без указания на курсы, точнее, прошу прощения. Вот эта ссылка на наши курсы. Публикую ее прямо в чате последней. Ну что ж, у меня все по введению. Мое введение закончено. Я приглашаю Юрия Николаевича для того, чтобы он провел сегодняшний вебинар. Юрий, прошу. Меня слышно? Похоже, да. Здравствуйте, дорогие коллеги. Мы с вами вот так уже начали знакомиться. Отлично слышно. У меня к вам вопрос. Нужно ли мне рассказывать, представляться, кто такой я? Тут есть, я вижу, коллеги, которые меня прекрасно знают, но есть и новенькие, которых я никогда не слышал. Если да, напишите, чтобы я рассказал о себе. Если нет, тогда начинаем сразу наш вебинар. Кстати, хочу отметить, что вы уже тоже указали про себя информацию, кто здесь вы, и вы больше интересуетесь практикой. Я это, честно говоря, не знал, что будет, но вижу, что о чем нужно делать больше упор. Да. Итак, что я могу о себе рассказать быстро? Кто еще не проголосовал, прошу в этом опроснике ответить. Я консультант-аналитик, теоретик по вопросам эффективности управления, практик по вопросам онлайн-обучения. Ранее работал в вузах на должностях доцента, профессора кафедры, зав. кафедры, зам. директора филиала вуза по учебно-научной работе. Был руководителем сектора образовательных измерений, ответственным за внедрение дистанционного обучения. Плюс еще подполковник запаса Министерства обороны, федеральные таможенные службы, служил Германии, Армении, Забайкалье на разных должностях. Закончил таможенную начальником информационно-технического отдела. Сегодня первый вице-президент общественной организации «Профи-ДО». И одновременно создатель сетевого сообщества, которым сегодня 11 465 человек в Фейсбуке. Кандидат экономических наук защитил диссертацию в 2001 году по теме «Методологические основы» и критерии оценки деятельности таможни. Ответственность за онлайн-обучение в Ростовском колледже технологии и машиностроения, хотя нахожусь в Сочи. Имею авторские публикации, вот я их, пожалуй, покажу, которые касаются именно нашей сегодняшней темы. И свыше 600 видеозаписью учебного характера на моем канале в Ютубе. Я совершил 16 прыжков с прошутом, мне 61 год, и я очень надеюсь быть вам сегодня полезным. Итак, познакомились, мы начинаем. Не исчезает, не видно, что в чате напечатано. Хорошо, я закрываю этот чат. Спасибо всем за знакомство. Все-таки практика гораздо превосходит, примерно в 3-4 раза превосходит по важности. Понятно. Спасибо вам за ваше мнение. Я закрываю этот опрос. И хочу сказать, что если бы меня спросили вот сейчас, что общего между теми, кто выбрал Запорожец или Роллс-Ройс? Я бы, скорее всего, ответил так. Это дело принципа. Или что общего между теми, кто выбрал платный PowerPoint, и теми, кто часами сидит в бесплатной презентации Prezi, некоторые от нее с ума сходят. Я скажу, это дело принципа. Для одних дело принципа делать более примитивные тестовые задания на типа множественный выбор. Кто-то любит более тяжелые, трудоемкие задания на перетаскивание. И таких примеров принципиальности мы видим много. И те, кто создает массовые открытые онлайн-курсы без обратной связи, без курсовых проектов и рефератов, и те, кто убежден, что без обратной связи образования быть вообще не может. У всех есть принципы. Вот и кто-то Moodle, Mesh сравнивает принцип А, принцип Б. У всех они есть. Но кто скажет, чьи принципы правильнее? Да, мы часто слышим про принципы развития личного, личностного, семейного, организации, в которой мы работаем, развития нашей страны и всего человечества. Вот и Тонио Робинс, кто не знает, это такой тренер личностного роста, очень популярный в мире, тренировал нескольких президентов, даже нашего Горбачева. Очередь, которому год, чтобы записаться к нему, нет, два года. И стоимость тренинга у него миллион долларов. Ну, правда, это годовое обучение. Так вот, он собрал 1 сентября 26 тысяч человек в спорткомплексе Олимпийский и рассказывает про принципы личностного роста. Например, знай свою цель, смотри на мир с позитивом, помни, что у всех твоих действий есть последствия, подайся страсти к приключениям и тому подобное. Вот и переводчики переводят эмоционально. Да, это эмоционально, безусловно, но научно ли? Тут мнения разделились на два антагонистических лагеря, и между ними в соцсетях идет активная дискуссия. Это хорошо, поскольку на самом деле они обсуждают принципы развития. Правда, я читал новость, не знаю, шейк это или нет. Одна якобы участница этого шоу по имени Анжелика подала иск в суд и требует вернуть ей 55 тысяч рублей за билет, а также выплатить ей компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей. Некоторые билеты доходили до 500 тысяч рублей. Так вот, по ее словам, посетители семинара не получили знания, не зарядились энергией, которые организатор обещал в рекламе мероприятия. Вот вам и принципы, и посмотрите, что она пишет на этом слайде, упоминая стиль господ Кашпировского и Чумака. Есть еще сторонники метафизики, которые полагаются на принципы божественного проведения, а кто-то иных сил, на принципы гадания по кофейне гуще, по картам, а кто-то верит в бубен шамана. Я этих метафизиков хорошо понимаю, когда очень хочется добиться невозможно, побежишь хоть куда, хоть к гадалке. Ну, я рационально мыслящий человек. И догадываюсь, да, советы банальные, но кому-то нравится, понимаете. Но я рационально мыслящий человек. И догадываюсь, что вы тоже, вот как коллега Рябинки, Владимир Васильевич, тоже рационально мыслящий. Нас интересует другой подход. Какой? Я думаю, системный, научный и желательно опробированный. И вы это в нашей анкете, вопросники сразу отметили. Вам теории маловато, вы хотите, чтобы эта теория подтверждалась практикой. Поэтому коллективные обнимашки и танцевашки, как у Тони Робинса, я не планирую сегодня. А горячие практические примеры с научным соусом для вас приготовил. В ходе нашей встречи я буду вам задавать постоянно простые вопросы для получения обратной связи. Если вы согласны на такую обратную связь, напишите S+, или S-, еще есть вверху такая кнопочка в виде смайлика, называется эмоции. Поддерживаю, не поддерживаю. Пожалуйста, тоже найдите. Кто поддерживает, напишите плюс или минус. отлично, я вижу, все поддерживают такую обратную связь. Отлично. А кто-нибудь кнопочку со смайликом на кнопочной панели тоже попробуйте найти. Ее никто обычно не использует. Хорошо. Нет, нет, не здесь, Евгения Юрьевна. Вверху есть кнопочка поддерживаю. Тогда не будем на нее обращать внимание. Идем дальше. Итак, с обратной связью договорились. Не забудьте про очистить, когда вы закончите вот эту свою эмоцию. Можете очистить. Итак, еще одно пожелание, еще одно вам предложение. Если хотите, чтобы я говорил быстрее или медленнее, я могу это делать, я могу управлять темпом моим речи, можете писать это прямо в чат. Потому что я, исходя из принципа системности, обладел новой методикой у моего тренера именно по речи. Отлично. Да, коллеги. Совершая выбор, мы опираемся на выбранные нами базовые принципы. Причем при выборе всего, хоть выбираем новую машину, хоть выбираем онлайн-платформу, библиотечную систему или экономическую модель онлайн-обучения. Правда, некоторые скажут, что кроме системного подхода научного есть еще интуиция. Хотя нет, что-то подсказывает, что никакой интуиции не существует. Еще один анекдот. Интуиция позволяет видеть не столько препятствия, сколько их отсутствие. Это тоже из анекдота. Но что же такое принцип? Ведь понятие принципа иногда сходно с понятиями каприза, упрямства, самодурства. Человек может поступить из принципа не так, как поступили все. К примеру, все в холодную погоду одеваются, тепло, а этот из принципа вышел на улицу в майке. Мы не такие, сегодня мы говорим только о научных принципах. Так вот, принцип с древних времен, это известное слово, в переводе означает основа, начало, первоначало. Как понятие теории отражает закономерности отношения и взаимосвязи между элементами некой системы. Даже при построении личных отношений мы опираемся на определенные принципы. Принципы развития онлайн технологий, образовательного учреждения, государства, корпорации, личности нам должны быть внятными и обоснованными. Не хочу сказать, что мы сегодня о принципах говорим впервые. В научном мире есть множество публикаций о выборе принципов именно онлайн обучения. Например, в 2005 году профессора Андерсон и Маккормик написали базовые основы качества электронного обучения, где представили 10 педагогических принципов, которые описывают подход к разработке эффективных программ электронного обучения для БЭКТА. Это британский правительственный орган, который как раз и позволяет продвигать технологии онлайн обучения. Вы можете эту презентацию скачать, в ней есть ссылочка, и вот эти картинки, они показывают каждый из этих принципов. Предлагается 10 принципов. Так вот, по их словам, эти принципы могут помочь строить педагогически обоснованные электронные учебные материалы и связанные с ними виды учебной активности. Вот эти два профессора очень точно, на мой взгляд, формулируют триединую цель принципов. Они должны помочь педагогам. Первое, выбирать ресурсы. Второе, проектировать обучение на основе этих ресурсов. И третье, проводить обучение. Вот сейчас я так с одной организацией работаю. С чего начать? Надо начинать с базовых учебников, на основе которых строится обучение и в оффлайн, и в онлайн. Вот это отличная триада. Полезная, на мой взгляд. И Андерсон, и Маккорник полагают, что существует следующее неявное предположение в их подходе. Оно очевидно любому из нас. Чем больше из 10 принципов воплощено, тем лучшее качество онлайн обучения. Измерить это сложно, но логически понятно. При этом онлайн-педагогика определяется как действие, которое формирует опыт обучения на базе технической инфраструктуры. Вот так они проектируют обучение. Какие же это принципы? Первое, построение обучения. Я называю это структурированием, создание рабочей программы, прописывание модулей, тем, раздел и так далее. Структура. Следующий этап, включение. Грубо говоря, как включиться в учебный процесс, где зарегистрироваться, как авторизоваться, где правила обучения, куда вопросы написать, как это все выглядит, где основная часть, где вспомогательная. Третий принцип, вовлечение. То есть он должен получить интерес, как его создавать. Четвертый, мне не очень понятен инновационность. Инновационность. Можно использовать и опробированную, не новую методику и технологию, и получать колоссальный эффект. Но, тем не менее, это их мнение. Инновационность должна быть. Следующий принцип, тоже мало понятный. Эффективность обучения. Шестой принцип, формирующее оценивание. Седьмой, итоговое оценивание. Восьмой, из трех пунктов по-английски, когерентность, консистентность и транспарентность, что по-русски означает последовательность, согласованность и прозрачность обучения. Можно понять, догадаться. Девятый, очень легкий, это легкость использования. И десятый, экономическая эффективность. Вот, если вы скачаете мою презентацию, увидите подробное объяснение тем, кому это надо. Оно на английском, но легко переводится нынешними переводчиками. Если бы меня спросили, на чем обоснованы эти принципы, я бы, пожалуй, ответил так. Это чистая умозрительность. Вот они так видят. Это их точка зрения. На мой взгляд, более обоснованно подходит к разработке принципов, известный в мире педагог, он же и психолог, Роберт Ганье. Вот вы сейчас видите книгу на экране, ее можно купить на Амазоне, 91 доллар стоит. Вот он полагает, книга проектирования, принципы учебного проектирования, так и называется, принципы, с учетом онлайн обучения. Он полагает, что учебный дизайн, по-английски instructional design, никакой не педагогический, а именно учебный, это более точно, на мой взгляд. Вот этот педагогический учебный дизайн основан на трех психологических принципах обучения, поведенческих, когнитивных и конструктивистских. В двух словах, это интересно, поведенческая психология отвечает у Ганье за повторение и подкрепление в учебном материале, чтобы создать поведение у ученика. Очень хороший принцип. Второй принцип – когнитивная психология. По его мнению, фокусируется на привлечении чувств ученика к созданию учебного процесса, к созданию, в то время как конструктивизм подчеркивает собственный опыт ученика и его личную интерпретацию. Замечательно. Как видим, принципов экономики у Ганье нет, нет легкости, нет типов оценивания. Ну и раз он психолог, то и принципы у него чисто психологические, на мой взгляд. Есть множество и других авторов. Я их мог бы сейчас назвать, но в частности, здесь с нами сегодня присутствует профессор, доктор Александр Александрович Андреев, один из основоположников отечественного ДО, дистанционного обучения, онлайн обучения, известный ученый, теоретик. Евгения Семеновна Полот много писала про принципы обучения. Дина Мухтаховна Джусуболива из Алматы также писала про принципы онлайн обучения. И много других ученых. Василий Иванович Солдаткин с коллегами. На мой взгляд, многие варианты принципов по-прежнему просто умозрительны. Я бы не сказал, что они научно обоснованы. Ну, посудите сами, о чем мы вот говорим сейчас. Мне трудно понять такой принцип, как модульный характер онлайн обучения. Или принцип командного подхода в онлайн обучение. Или принцип интерфейса, приближенного к обычным лекциям. Принцип свободного доступа, как право без экзаменов, поступать и получать среднее и высшее образование. Коллеги, я думаю, что это все называется условиями, требованиями, пожеланиями, но не принципами, в которых заложены некие фундаментальные взаимосвязи. Когда-то работая над своей диссертацией, похожей по этой теме, я прочитал такую фразу, Жанин записал сразу. И не помню, у кого это было. Мол, принципы легко выдвигать, но гораздо сложнее обосновывать, еще тяжелее реализовывать. Многие выдвигают, но без обоснований, тем более еще и без реализации. А вы сами говорите, нам нужна практическая часть, прикладная, чтобы была видна реализация. И вот тогда я стал приходить к выводу, что из-за размытости и несовпадения в смыслах наших принципов начинаются все проблемы. Особенно, если речь идет о таком непростом и даже, я скажу, опасном деле, как онлайн-обучении, где очень легко вступиться на каждом месте по неопытности. Вот тут присутствуют мои технические друзья, но с технической подготовкой, они могут подтвердить, что, например, если принцип резервирования сайта не обеспечен, то это значит ходить по краю катастрофы пропасти. Если это не сделано, то нарушены сразу нескольких базовых принципов, о которых вы сегодня узнаете. И вот для того, чтобы вы не оступались, я пришел сегодня к вам поделиться, подсказать, научить. Правда, некоторые скажут, ну что такое принципы? Достаточно элементарные логики, которые подсказывают, что любое развитие основано на целях и характере нашей деятельности. И, мол, было бы хорошо. Но, коллеги, развитие, о чем мы сегодня говорим, это всегда диалектика. Отрицание, отрицание. Единственная борьба, противоположность. Хочется и подешевле, и чтобы было получше. Вот в чем диалектика. И здесь одной формальной логикой не обойтись. Поэтому я предлагаю вам сразу перейти к классическим методам. точнее к теории познания. Коллеги, теория познания состоит из антологии, гносеологии и методологии. Вот эти три аспекта я хочу вам сегодня рассказать, но вы не волнуйтесь. Все будет прекрасно. Давайте посмотрим на мою схему, которую я приготовил специально и принципиально для сегодняшней встречи. Вот эта схема. Она была представлена мной в публикации еще 2013 года с очень умным названием «Основы построения модели оптимального управления образовательным учреждением на базе когнитивно-продуктивной мета-технологии». До этого предшествовали исследования по заказу Минобра. Была НИР очень сложная. Два года мы писали, издали ее. Я делюсь некоторыми результатами. В этой работе есть очень простая, но удивительная и одновременно научная и практическая идея сразу, которая, мне кажется, вам должна понравиться. Парадигма развития онлайн-обучения. Парадигма по-русски означает завершенный взгляд на решение проблемы. Парадигма развития должна состоять из трех элементов. Идеи, что достичь, метода, как достичь, и технологии, чем достичь. Эти три элемента должны составлять одно целое. В хорошей, то есть в правильной парадигме, эти три элемента всегда взаимосвязаны, взаимообусловлены и соответствуют друг другу. Иначе это не парадигма, и не система, а, извините, банальный хаос. Прелесть такой парадигмы состоит в том, что как только меняется один из элементов этой триады, например, технология, вся парадигма меняется. Вот как недавно я видел пример у моего друга Павла Слесарева, он создал возможность в ходе вебинара видеть миниатюры всех участников, как они там, что делают. Представляете? То ли он спит, то ли он смеется, то ли он что-то делает. Ты можешь его спросить, как ты себя чувствуешь, что ты думаешь. То есть сразу появляются новые методические подходы. Эти методические подходы создают идеи для новых идей. Нужно ли обучать, например, эмоциональному поведению? Этот Ингел Акзайн из Лондона, тренер по этим техникам, она сможет видеть, как они ее упражнения выполняют. Коллеги, вот эта парадигма, на мой взгляд, очень важна, я хочу знать ваше мнение, понятно ли она вам, нравится или нет. Если понятно, напишите П+, парадигма плюс. Если нет и не нравится, напишите П-. Отлично, отлично. Отлично, отлично. То есть она, мне кажется, хорошо, хорошо. Мне кажется, она простой и очень эффективной. Хорошо, спасибо. Спасибо, идем дальше. Сейчас мы узнаем, почему фундаментальная теория познания вот из антологии, гносиологии, методологии, применима для любого из вас, а также для любой организации, любого типа. И почему принципы развития не должны быть просто умозрительными и необоснованными. Итак, антологический аспект, коллеги, вот антология на этой схеме раскрывает происхождение, или, как говорят ученые, генезис принципов, их взаимосвязи с госполитикой, с экономикой в сфере образования, с социальными аспектами образования. А что этот аспект дает? В чем его пользу, вы скажете. Давайте вместе рассмотрим его содержание. Кстати, обратите внимание, я сейчас покажу вам принципиально новую схему показа презентации в вебинаре. Не слайдами, не в презе, а видеороликам. Это тоже принципиально важно. Вот мы с Павлом Калиниковым вдвоем предлагаем рассматривать это как принцип эффективного показа презентации, или прием эффективного показа. Вот я сейчас попробую это сделать. Итак, теория познания, она, как я уже сказал, включает антологию. В первой основе это генезис, сущность происхождения. На основе антологии мы строим научное знание об этой сущности. И только после этого мы разрабатываем методы, методики, методологию. Антология начинается с интересов потребителей. В этом сущность обучения. Но у всех разные есть интересы, и разная сущность, и разные цели. И мы это должны понимать. При этом все хотят стабильности. Обучиться, чтобы потом выполнять свои функции. Функции эти тоже лежат в основе онлайн-обучения. Из этих функций выстраивается структура. Структура включает комплекс мероприятий. Отсюда формируется процесс обучения, или действие процедуры в онлайн-обучении. Это все есть теоретические выводы, на основе которых мы строим принципы. Видите, презентация сама показывает. Гносеология, как знание об этой структуре, начинается с результатов, с информации в обучении, на основе которых мы выявляем закономерности, связи. На основе этих закономерностей получается знание компетенции обучаемых. На основе знаний о финансовых ресурсах, оборудовании персонала, мы получаем информацию о ресурсах. Это все облекается в теорию, потом в модели, в которых участвуют эксперты. Эксперты назначаются руководством, которое потом принимает решение в виде нормативно-правых актов. Происходит организация исполнения этих актов в виде действий. И опять получаются результаты в форме выпуска, трудоустройства, социально-экономических результатов. Вот это есть гносеология, познание сущности. И вот только после этого мы можем переходить к развитию на основе методологии, изучая показатели, деятельность, оценки, напряженность, формируя критерии оценки, мы формируем методологические основы. Это и есть предмет развития. Вот, коллеги, я с помощью вот этого ролика в ходе вебинара вам показал всю теорию познания. Всю теорию познания, как строится, начиная от генезиса и заканчивая методами. Коллеги, я прошу написать вас Г+, если вы поняли, уяснили, нет, лучше давайте с онтологией. Понятно ли онтология О+, или О-, начиная с интересов потребителей, заканчивая действиями, процедурами. Так, так, спасибо, спасибо. Замечательно, достаточно. Теперь прошу вас написать Г+, если вы уловили разницу между пониманием сущности и знанием о ней. Хорошо, хорошо, хорошо. Хорошо, очень хорошо, хорошо. То есть, высший уровень методологии опирается на знания сущностей и на наши научные представления об этой сущности. Отлично. То есть, мы сейчас увидели в целом, вот, взглядом, таким законченным взглядом, увидели основу развития с точки зрения теории, но опирающиеся на конкретные, реальные закономерности, которые вы можете дальше в своей работе использовать. Теперь, коллеги, наверное, возникает самый главный вопрос, а где же сами эти принципы? Вот мы увидели теорию познания, и где же эти принципы? Мы как бы чувствуем, что они тут есть, но сами еще не видим. Я вам сейчас их назову. Вот то, что я вам сейчас назову, учитывает и теорию познания, и теорию систем, и теорию оптимального управления, это все самостоятельные теории, и практику онлайн обучения, как отечественную, так и зарубежную, и это и есть мой научный задел, с которым я пришел к вам. Он же и практический. Итак, я сейчас эти принципы озвучу, а потом посмотрим, можно ли их рекомендовать, применять при анализе, разработке подходов к развитию, выборе критериев развития для организации или лично для вас. Вот эти принципы. Вот этот, а, стоп, извините. Вот следующий слайд. Это принципы. Вот на нем мне придется задержать ваше внимание подольше. Мы о каждом поговорим. Принцип системности, первый, означает ДОТ или дистанционную образовательную технологию, как системы. Второй принцип целостности, это самостоятельное явление, нужно рассматривать его самостоятельно. Да, оно связано с другими, но нельзя смешивать. Иерархичности. Не все элементы в ДОТ равнозначны. Как я говорил про пример с резервированием, по иерархии это крайне важный, почти самый главный элемент в обучении. Функциональности. Каждый элемент имеет свою функцию или набор функций. Целенаправленности. Все, что делается, имеет цель. Управляемости, адекватности, наблюдаемости, альтернативности, комплексности. Вот эти 10 принципов. Вы скажете, неужели этих 10 принципов достаточно для развития онлайн-обучения? Во-первых, посудите сами. Эти принципы, если вы заметили в рамках нашей встречи, направлены на три условия. К научной обоснованности, к социальной значимости и экономической целесообразности. Мы к этому обязательно будем всегда обращаться. Опять вот эта триада, некий признак новой парадигмы. Все остальные принципы, коллеги, которые вам встретятся в литературе, например, ориентированность на развитие личности, оптимальное сочетание общих, групповых, индивидуальных форм организации учебного процесса в УЗИ. Это все называют принципы из источников, которые есть у наших ученых. Интерактивности, идентификации, индивидуализации, целесообразности, открытости, гибкости. Коллеги, это не принципы, как основа взаимосвязи. Это требования. Они разумные. Но это требования, функциональные требования. Но я всегда говорю другим, и себе тоже никогда не верьте, пока не проверите. Вот давайте проверим, почему же каждый из этих принципов нам так важен для развития. Коллеги, если я говорю слишком быстро или слишком медленно, напишите быстрее или медленнее в чате. Мне кажется, я говорю очевидные вещи, поэтому делаю это быстро. Первое. Принцип системности вообще принято считать с одной стороны важнейшей, с другой стороны банальной. Все говорят, все пишут, но при этом считается его банальной. Спасибо. Такая вот диалектика. Но с другой стороны мы все понимаем, что только системный подход позволяет смоделировать, строить модель. Такую модель сложного по содержанию и функционированию систему, как онлайн обучение. Но что мы видим на практике? Мы видим волюнтаристское, бессистемное, часто объединение неких элементов, из которых хотят получить продукт. Вот пример из практики. Давайте, некоторые говорят, возьмем бесплатный инструмент. Это первый элемент. Пусть кто-нибудь нас ему обучит. Второй элемент. И пусть потом на основе этого обучения педагоги, преподаватели что-то создают. Тоже бесплатно. Вот три элемента. Коллеги, это три элемента, это система, но системы нет. Нет системы, согласны? Или другой пример. Нам нужны только тесты. Первый элемент. Для контроля знаний. Это второй элемент. Да, не вопрос, можно сделать тесты, но как отследить списывание? А это третий элемент. Его нет, система рухнула. Еще пример, пожалуйста, стратегический пример. Вот, однажды сказали, давайте мы запишем видео лекции, это первый элемент, самого лучшего профессора страны, второй элемент, и он обучит всю страну. Третий элемент. Не вопрос, записать можно. Ну, конечно, если есть условия для видеозаписи, хорошие. Но кто сказал, что это профессор лучше? Кто? А знаете ли вы, что эти лекции будут смотреть только самые мотивированные студенты, а еще точнее, не студенты, а те, кто выпустился? Откуда мы будем уверены, что получим действительно компетентного специалиста в такой системе образования? В чем результат? Так вот, самое бессистемное и в этих, и других примерах то, что в системе забывают про человека. Согласно принципу системности в онлайн обучении, коллеги, мы создаем человека-машинную систему. Человека-машинную, в которой человек всегда свои потребности должен как-то сочетать с объективными силами, с факторами других систем, включая общество. Но как нам найти эту системную взаимосвязь с человеком и машиной? Я полагаю, что с точки зрения принципа системности мы понимаем одно важное условие развития. Вот если потребности человека в этой системе не противоречат существующим нормам права, уровню развития технологий и общества, то реализация таких потребностей становится максимально вероятной. Ну а чтобы обучать технологиям, которые ему не по зубам или не по карману, или их вообще нет, а его учат, потребности его пропадают. Возвращаемся к теории познания, к моей схеме и строим стратегию развития. Коллеги, вот по той схеме мы системно должны строить. Как? Вы скажете. А очень просто. Кто-то письменно, а кто-то вот сейчас умозрительно в голове выстраивает свою систему. Иногда, если это важно и нужно развиваться, обязательно привлекают экспертов. Вот среди нас есть эксперты, уже сейчас есть в онлайн обучении. Они помогут вам и критерии, и показатели сформировать. Ну, в том числе я, как консультант, аналитика, эксперт, могу вам помочь. Вот сколько интересного мы увидели только в одном принципе. Я бы мог еще рассказать, но давайте посмотрим остальные. Вот второй принцип целостности предполагает наличие в деятельности учреждения или у вас лично эмерджентных свойств, то есть таких, которых нет ни у одного из элементов составляющих этой системы. Эти свойства возникают только в процессе взаимодействия этих элементов. Это очень модное слово было раньше, даже такой принцип был бы очень полезен для онлайн обучения. Я долго над ним думал, но я решил забрать именно такое название целостность. Пожалуйста, пример. Ни деканат, ни учебный отдел, ни кафедра самостоятельно не в состоянии осуществить законченный процесс по онлайн обучению студентов, поскольку в их подготовке и обеспечении участвуют подразделения совместно, как одно целое. Вы скажете, ну это банально, очевидно, однако в жизни происходит иначе. Каждый думает, ну пусть там преподаватель работает, что туда буду входить, мне это не надо. А почему? А все потому, что имеется значительное разнообразие функций. Она есть и у ректора, и у проректора, у всех есть свои функции, задачи и работы, но нет комплекса вот этих методов, подходов для описания процесса. Кстати, по опросам экспертов в моей группе профи-дуо, ну она не моя, она наша уже, оценка использования потенциала ДОТ не превышает 12-15%, то есть нет целостного понимания потенциала, как это все использовать. Но при этом, коллеги, есть и хороший пример, когда силами одного человека можно в онлайн обучении получить колоссальные результаты. Если хотите, в конце эти примеры приведу. Третий принцип иерархичности. Вот необходимость этого принципа снова видим из нашей схемы познания. Что, зачем должно идти. Все начинается не с интересов педагога, а с интересов обучаемого, потом все остальное. В ходе развития нам необходима вот эта соподчиненность, вот что достигается на основе принципа иерархичности. Дело в том, что если мы все приравняем эти статусы, то не будет целостности. Вроде бы примитивно, а что происходит на практике? Я, может быть, вы видели примеры, я видел примеры, хорошо в конце расскажу, напомните, когда колоссальные средства и время тратились на повышение квалификации сотрудников, может быть, и вы это видели, выделялись гигантские средства из госбюджета. Приоритет был в финансировании КПК, курсов повышения квалификации. самая главная задача финансирования работы авторов онлайн-курсов при этом по уровню значимости выходило куда? На самый низший уровень, иногда и нулевой. Вот, обучили, работу автора с онлайн-курсом не финансируют. Вот, например, здесь присутствует профессор, доктор наук Андрей, он сейчас находится с нами, он подтвердит. Я специально обращался ко многим, в том числе и к нему, оценить мою работу, мой онлайн-курс. Он говорит, трудоемкость того онлайн-курса, который я назвал идеальным, за который получил приз и грамоту в номинацию лучшей дистанционной игру, курс, по которому провел не один вебинар, я не хвастаюсь, я просто информирую, он говорит, в этой работе самое главное трудоемкость, даже нереально столько много сделать в одном онлайн-курсе. Ссылка на презентацию этого онлайн-курса имеется в ресурсах нашего вебинара. Вот не ради рекламы, а ради фактов. Я в течение двух месяцев отпуска, летом, приготовил 15 видео-лекций, 22 инструктивных видео-занятия, 3 деловых игры в форуме, 2 онлайн-практики в форме взаимного оценивания, 12 тестов, в каждом примерно по 30-40 тестовых заданий на вычисления, 6 проблемных форумов, в этом курсе одновременно обучалось 250-270 студентов в течение нескольких семестров. Отзывы студентов блестяще, ни одного замечания от коллег ни разу не увидел, хотя просил и до сих пор прошу дайте замечания. А почему нет замечаний? Потому что я там ввел принципы, оценки, критерии и показатели этой оценки ясно и внятно в самом начале. Да, это принципы мои, но их ведь никто не оспорил. То есть так же и вы должны поступать по тем принципам, с которыми вы внутренне согласны и согласны с вашими коллегами. Если вы скажете, что в иерархии ценностей руководству вуза, моего вуза было это приоритет, я скажу нет, были другие приоритеты, поэтому и не было развития. Вот что такое принцип иерархичности. Следующий принцип функциональности буду уже говорить. Короче, зачастую это разбытый функционал, пересечение функций, слабое взаимодействие между коллегами, все снижает потенциал примеров моря. Пятый, принцип целенаправленности, ну вроде бы очень прост, но без четко сформированных потребностей каждого участника, включая даже работодателя и осознанных устремлений всех в этом процессе, включая студентов, так вот даже при благоприятных условиях эффективная деятельность возникнуть не сможет. Ну например, какая цель у администрации, а какая цель у сотрудников, они же разные. Как они будут согласованы в онлайн обучении, никто не знает. Поэтому нужно, это можно узнать. Шестой принцип управляемости полезен тем, что показывает соответствует ли сложность управляемой системы, а она сложная, самой системе управления. На практике делается несложно, я это называю экспертным обследованием, хороший эксперт может быстро оценить вашу систему управления. Знаете, чем хорош принцип адекватности? Тем, что наиболее важным в модели, в вашем образе, а может в математической модели развития, будет являться возможность правильно предвидеть самые разнообразные изменения в будущем. Тоже, если надо, могу привести примеры. Грубо говоря, этот принцип, я называю принцип потолка, надо знать свои возможности, быть адекватным, и знания должны быть адекватной реальности. Принцип наблюдаемости основан на том, что его теоретические модели или наши образы, наши мечты должны иметь возможность взаимозависимости, поиска взаимозависимости в реальной действительности. Например, в составе ДОТ имеющиеся возможности используются крайне незначительно. То есть, там можно наблюдать множество полезных сведений, как говорят сейчас Big Data, они есть там, но используются по оценкам профи до на 7-10% от возможного. То есть, это аналитика пролеживает. Хотя, она есть, но ее никто не хочет даже наблюдать. Девятый принцип альтернативности. Коллеги, всегда есть альтернатива любому предложению. Этот принцип самый драматичный, на мой взгляд. Когда нет безальтернативного подхода, значит, у нас есть риск ошибок неточности. Ну и, наконец, принцип комплексности, десятый. при прочих равных условиях адекватность деятельности реальному процессу пропорциональна степени отражения в теоретической модели его наиболее существенных связей, внутренних и внешних. На практике, коллеги, это условие целесообразно выполняется привлечением экспертов. Можно самостоятельно. Как? Вот на основе вот этих принципов антологии, гносеологии, которые я вам говорил. Вот теперь эти принципы доступны и вам. В том числе и вам в этой презентации. Дорогие коллеги, мы только что за короткое время прошли очень сложный путь. По-моему, освоили достаточно легко крайне сложную теорию. Теорию познания применения к онлайн обучению. И, похоже, теперь вы знаете, как эти принципы помогут вам при разработке стратегии развития онлайн обучения. Я немножко вас порадую. Здесь для вас будет идти речь о знакомом слове оценка, но с применением любимого моего метода моделирования систем. Правда, это самое неблагодарное дело в системном анализе строить модели. Имеются в виду модели даже и вербальные, не говоря уже про какие-то имитационные или еще сложнее оптимизационные модели. Да и реальных примеров моделирования онлайн обучения я не видел. Ну, кроме НИР, в которой я участвовал по плану Минобра в 2011-2012 году. Напомню, моделирование это часть системного анализа, суть которого заключается в замещении реального процесса его аналогом. Это позволит проводить любые эксперименты без разрушения реального объекта или без риска подвергнуть людей опасности. Ну, где же сама методология или метод или методика? Я сейчас оставляю всем желающим возможность обратиться, я вам дам более подробный теоретический материал. А теперь переходим уже к методике. Я дам очень краткое представление о методике стратегического управления с применением дистанционных образовательных технологий. Первое это оценка результативности. С нее начинается выбор альтернатив. И с помощью системы частных критериев и интегрального критерия, который я специально не рассказываю, его можно представить и обосновать. Это не важно, главная суть. Оцениваем разные результаты. Второе установить системные ограничения. это уровень квалификации, стоимость материально-технических средств, уровень организации деятельности, вероятность выполнения целей и процедур. Обязательно нужно их учитывать, а не витать в облаках. Третье это исходные данные. Где их взять? Даются руководителям, как правило, или он говорит, где их найти? Или на основании нормативных документов. должен быть определенный объем работ и интегральной оценки именно с учетом этих показателей, исходных данных. После оценки осуществляется переоценка трудозатрат. Мы всегда должны быстро пересчитывать и знать, что пересчитывать. В отличие от требуемого времени, реальное время будет не совпадать, когда не хватает ресурсов. Бывают ресурсы избыточные, такое тоже бывает. Вот мы перераспределяем. Пятое, если реальное время выполнения работ близко к требуемому, ограничения соблюдены, то тогда эффект деятельности применением онлайн технологии будет максимальным. Универсальным эффектом будет простое отсутствие ошибок. Все работают, никаких ошибок нет, как иногда главная цель деятельности системы. Например, когда не нужно говорить, нам нужно зарабатывать, нам нужно просто выполнять свои функции. Напомню, что образовательные организации являются некоммерческими. Там выполнение функций ограничений. Шестое, оценка деятельности должна обязательно учитывать выполнение фактических этих ограничений, которые могут в течение времени меняться. Седьмое, все параметры должны назначаться приближенно, но постепенно наращиваться. Что будет получено в итоге, спросите вы. Мы приближаемся к итогу. На основе этих рекомендаций мы можем сформулировать совокупность интеллектуальных для кадровых технологических процедур, которые представляют концепцию развития. Когда руководитель на основе ограничений и требований, например, на 2018-2028 год, проводит оценку вариантов деятельности с начальными условиями и с разными показателями. После чего на основе моделирования изменяет параметр, изменяет поиск с новыми ограничениями столько раз, пока не получит удовлетворительное решение. Ну и такая методическая схема, уже не буду долго останавливаться, но она уже понятна. Когда руководитель задает параметры, строится квазидопустимое оптимальное решение, если получается нормально, то остается, если нет, уточняются параметры, модель корректируется, но сами принципы остаются неизменными. Ну а теперь у нас осталось совсем немного, но достаточно времени на то, чтобы посмотреть быстро проиграть три вот этих творческих задания, как я обещал. Давайте, коллеги, вспомним вот этот ролик, вот этот ролик, посмотрите на него, так, что-то он завис, а, сейчас, сейчас, он короткий, и скажите, какие принципы развития онлайн обучения вы в нем видите, я слышу, подтормаживает и запускаю опрос. так, слушаю, ролик тоже тормозит, и так, вот в этом ролике какие принципы развития вы в нем видите, принципы развития для себя. Вот первое творческое задание в ходе нашего вебинара. Вижу ролик слегка подтормаживал. Какие принципы развития, есть слайды, есть апрессии, есть просто pdf файлы, есть вот такой видеоролик. Какие принципы вот в таком способе подачи учебного материала принципы развития вы увидели. Итак, проголосовало совсем мало людей, мало участников, возможно, не совсем понятно. все мелькало, ничего даже почитать не успело. Да, это тот же самый Евгений Юрьев слайд, который был, просто я его еще раз запущу. Это просто в ускоренном формате то, что уже вы видели. Во-первых, вот эта заставка, я чувствую, она подтормаживает, наверное, что-то с интернетом. пошло воспроизведение. Что здесь с точки зрения развития вы заметили? Специально ускоренное изображение. Так. Ну, это не принцип. Да. Павел Валерьевич, классное замечание. Принцип озадаченности. Мужик такой озадаченный, напряженный, но да не все нормально. Вот с точки зрения какого-то нового принципа этот мужик, что нам создает? Функциональность, элемент системности, иерархичности, что он тут, адекватность, какой принцип. Нет, не все принципы в этом ролике наверное просматриваются. Тут какое-то вот несколько принципов наиболее ярко. И в чем это развитие вот такого способа подачи контента, есть ли тут оно развитие, если есть, то в каком принципе это выражается. Ну вот большинство выбрали вариант иерархичности. Хорошо, давайте тогда мы этот вопрос покажу результаты опроса. как видим проголосовало 23 человека и большинство в этом ролике как в форме преподнесения контента отметили не все принципы и вот 20 системности иерархичности. Останавливая этот опрос переходим к следующему заданию тоже творческому и ответим на вопрос. Вот тут уже как бы это уже как бы тест. Здесь есть неправильные варианты ответа. Выберите те варианты, которые вы считаете отражают вашу готовность применять эту теорию познания. Опрос мешает писать ответы. Вот тут надо просто выбрать вариант. Насколько вы готовы применять теорию познания? Я включил показ. Вот сейчас мы попробуем оценить полезность нашего вебинара, насколько мы уяснили для себя то, что я вам сегодня озвучил и насколько оно вам стало понятно. Хотим убедиться вместе. На первом месте онлайн обучение. Так проголосовало 17, 18, 19 человек с генезиса интересов потребителя. я считаю это просто классно. Классно. Вот это на первом месте. То есть я действительно этого и хотел. На втором месте без знания сущности онлайн обучения бесполезно пытаться формировать научные знания. Действительно. Что нам рассказывают про характеристики гоночного автомобиля, если мы не знаем, что такое гоночный автомобиль в принципе. То, что мы знаем, первичные знания. из них нет, то нам вся эта теория бесполезна. С гносеологией, с анализом и так далее. Замечательно. Ну и онлайн обучение начинается с ресурсов. Коллеги, это ошибочное мнение. Надо не с ресурсов начинать изучение. И это принцип не главный. Главное это принципиально знаем потребности тех людей, которые хотят у нас обучаться. Спасибо. Останавливаю опрос. И наконец еще один игровой элемент. Вот я хочу его сейчас вам показать, запустить этот опрос. Какое, коллеги, принципиальное отличие этого вебинара от остальных на ваш взгляд? Включая прошлые мои вебинары, которые, если вы меня видели, тут пропущено. Включая мои Белоножкина прошлые вебинары, если вы их видели. я прошу ответить на эти вопросы, чтобы оценить, принципиально оценить качество этого вебинара. и так результаты пока не показываю. Выключаю. И теперь, что значит сущность явления? Отвечаю теперь на вопросы, пока вы отвечаете. Ирина Федоровна, сущность явления, откуда оно появилось? или как говорят ученые, генезис, происхождение. Если оно откуда-то произошло, у него была своя история. С чего началось? Хотя бы его динамику, что было, что стало, чтобы понять его тренд, его направление, движение, развитие сущность, его основные черты. Что касается онлайн обучения, вот эти основные черты на моей схеме были показаны. Это знание о сущности онлайн обучения разве не предполагает наличие научных знаний. К сожалению, Павел Леонидович, это характерная фундаментальная ошибка, когда мы начинаем думать, что мы описываем научное знание, о том, что мы не всегда до конца понимаем, что это такое. Это происходит очень часто. Но на самом деле, вы как ученый меня поймете и любой поймет, что прежде чем что-то анализировать, нужно описать предмет анализа, о чем мы говорим, а еще точнее объект, о чем мы говорим, а предмет, то, что мы хотим из него сделать. Так вот, когда мы точно знаем, что это такое, тогда мы можем его исследовать. Рити нет связи. Извините, Рити нет, я не понял. Спасибо вам за ваш вопрос. Коллеги, еще, если есть вопросы, а принцип построения учебного ролика, принципа учебного процесса, нет, конечно, Ирина Николаевна, меня интересовал, может быть, я плохо объяснил, поэтому такое разночтение, что принципиального нового с точки зрения проведения вебинара с использованием этого ролика вы увидели. Так вот, принципиально нового было, на мой взгляд, понятие системности. Вот сама эта система, вебинарная платформа, это объемный элемент системы. Мы, это тоже элемент этой системы. мы видим, что ролик, я скажу, если ролик просто вставить, у него будут черные полосы сверху или снизу. Я сделал так, что черных полос не было, это новое. В то же время, я не водил мышкой по экрану, как обычно это делать, и все это последовательно шло, само собой, с тем темпом, который появляется. Вот эта система и получилась в результате, на мой взгляд, мы с Павлом разработали новую систему или системный подход к подаче этого ролика. Было принципиально новое, а не с помощью слайдов, где нужно брать мышку и водить, или рисовать коряво, или на это тратить время, а тут тратится минимум усилий на то, что вы использовали. Так, еще какие-то вопросы, вопросы пока не вижу, вопросов не вижу. Системность это один из ведущих принципов проектирования процесса обучения. Да, спасибо, Ирина Николаевна, я надеюсь, что теперь мы надолго запомним его, и не будем его считать просто лишь данью моды, и будем всегда вот эти взаимосвязи выискивать, начиная с принципа системности. Итак, смотрим на наш, я показываю результаты нашего последнего опроса. проголосовало немного человека, 23, и вы пишете, сообщаете, что принципиально изменилась речь, стала более убедительна. Один человек сказал менее убедительна. Ну, хорошо. Спасибо. Второй вывод. Появился принципиально новый вид презентации, стала более убедительна, более убедительна, большинство отметили так. И наконец, и все. Сочетание теории и практики стало более ярким и полезным. Спасибо вам, дорогие коллеги. Вот теперь мы можем подвести выводы всей нашей игры, всех наших вот этих трех игр и нашего вебинара. Коллеги, допускается использовать такие экспериментальные методы, как имитационное моделирование, планирование экспериментов, но чаще всего будут экспертные вербальные оценки на основе вот этих предложенных 10 принципов. И это достаточно даже для собственного личностного развития. И второй вывод. Предложенный перечень принципов развития обучения с применением ДОТ, использование системного анализа, можно использовать коллеги как в теории, как при разработке нормативных актов, так и просто в вашей практической деятельности. Спасибо большое вам за вашу активность. Я могу еще привести вам не один пример практически как это все работает, как это бывает, как положительно, так и отрицательно, но думаю, что вы убедились, что эти примеры есть не просто в моей голове, они подтверждают все вот эти принципы. Большое спасибо. Благодарю всех за активность, за системное отношение к этому нашему вебинару. Мы все работали отлично. Так, пример кому обещал еще раз пример про что? Так, пошли вопросы. Можно ли развивать обучение или все же развитие ДОТ? Развивать обучение или развитие ДОТ? Как говорится, нужна постановка задачи. Если вы в этой парадигме, как я говорил, следуете методологию, вы фиксируете ДОТ как некую постоянную. Вы берете ее как некую систему, но которая на данный момент остановилась. И к ней подбираете разные идеи и методы. Если же вы вашей задачей исследуете именно технологии обучения, вы методологию и идеологию берете как за некую константу. И говорите, да, вот есть такие методы, да, такие цели для чего. Давайте рассмотрим технологию. Вот так вот вы вычленяете что-то одно, а другое нормируете или фиксируете. Одновременно все хватать не получится. Вот это и есть развитие. Но если в целом развитие онлайн обучения, возвращаясь к теме нашего мебинара, мы рассматриваем все в комплексе, во взаимосвязи. Вот хотим какую-то идею обучить весь мир, а как у нас метод неизвестен, а где технологию взять, значит, это парадигма пока не работает. Поэтому мы уменьшаем постановку задачи. Спасибо. Какая форма проверки знаний обучающихся дистанционно на ваш взгляд, наиболее эффективна? Проверки знаний обучающихся дистанционно. Форма проверки. Естественно, коллеги, самое эффективное это живое общение. В том числе и в онлайн. Например, провести вебинар, или вот как я приводил пример, платформа, в которой сидит весь класс, и вы все его видите, это Dream Study, и вы проводите опрос, где все слушают друг друга, как на семинаре, что вы думаете, что вы, вот это самое эффективное. Следующее по эффективности это, на мой взгляд, форум. Вы задаете, вот как я приводил в своем идеальном электронном курсе, задаете какую-то проблемную ситуацию, это уже асинхрон, у каждого свое время, и вы говорите, что вы думаете, а еще лучше, разберите роли, вот ты директор, ты зам, директор по безопасности, ты пострадавший, там, и вы играете эту роль, да еще и по командам, это все можно делать, вот это самая эффективная роль проверки знаний, когда они пишут свои решения, ставят друг другу оценки асинхронно, и вы видите, как они свои полученные знания проявляют на практике. Это вот, что касается форм, третья форма, это просто колоссальная, называется семинар, это элемент активности, когда преподаватель также формирует задания, формирует критерии оценки, приводит примеры оценки, чтобы они научились оценивать, они размещают работы, взаимно оценивают по этим критериям, они уже научились оценивать, теперь оценивают, и дальше начинается борьба, где преподаватель выбирает стратегию то ли согласования, то ли исключение вот этих конфликтов, и вот это вот самая эффективная в онлайн форма контроля под названием семинар, я проводил вебинар на эту тему, если надо, могу рассказать, это супер хорошо, со взаимным оцениванием, но с участием преподавателя, еще вопросы коллеги, пожалуй, вопросов нет, так, меня кому-то задолжал пример, не помню только про что, и вот тут вопрос, а, Владимир Рафаилович, я прочитал, ответил, вот тут, по-моему, Виктория Борисовна спросила про пример, а, нарушение целостности, пример, нарушение целостности, ну, вот тот же пример с повышением квалификации я привел, пример, когда, а, ну, вот хорошо пример, из одного российского вуза, нарушение целостности, вложили несколько миллионов рублей в создание целого института дистанционного обучения, потратили, отчитали, составили акт выполненных работ, а потом меня спрашивают, Юрий Николаевич, а у нас что-то, ничего не происходит, вы не подскажете, я прихожу, вижу, что они сделали, они оплатили работу программистам, приближенным к одному из сотрудников из руководства, они сделали сетевую версию справочника, по оглавлению, там, можно что-то прочитать, контент, просто локальный справочник, его можно скачать в виде фейла, получается, вот, кто видел справку по работе с офисом, или там, с чем-то, просто вот справку, это назвали, вот, курс, ни обратные связи, ни оценок, ни тестов, ничего нет, просто система контента, принцип целостности был нарушен, зачем нужно было все силы вкладывать туда, где не учтем, преподаватель, не учен, студент, они рассылали задания по электронной почте, естественно, потом долго разыскивали и искали крайнего, кто выслал, кто не выслал, то есть полностью разрушен принцип целостности, хотя был хороший бюджет, потом мы пришли вдвоем, все поставили на место, у нас все работало, из двух человек, все сделали и у нас, и проверки, и учет, и журналы, и все, что только не было, вот такой был пример полного разрушения целостности, так, ну, на самом деле, примеров таких еще очень много могу привести, спасибо, что я не потерял вас, ваш вопрос Виктория Борисовна, и вы напомнили. Дорогие коллеги, я желаю всем системного счастья, методологических успехов, моя экспертность, мои знания по любым вопросам вашего развития, развития вашего образовательного учреждения, кафедры, факультета, может быть, и библиотеки к вашим услугам. Обращайтесь, пишите, Белоножкин Юрий Николаевич всегда готов вам подсказать, и решить любую вашу задачу. Павел Юрьевич, я закончил, спасибо. Да, и насчет речи стало более убедительно, убедительно, мне приятно, что вам она понравилась. Дорогие друзья, спасибо за участие в нашем вебинаре, Юрий Николаевич, спасибо за спикерство сегодняшнее, было очень интересно. Я напоминаю, что и Юрий Николаевич в этом расписании, там вы его увидите. Ну, и мы, начиная со следующей недели, начинаем активно вести вебинары, начиная с вторника, и уже дальше, практически каждый день в Директ-Академии будут вебинары. Приходите к нам, будет интересно, встретимся на новых вебинарах. Директ-Академии вебинарах. Директ-Академии 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 Директ-Академии